МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В случае исполнения танца, песни и владения музыкальным инструментом состязались 83 участника в двух возрастных группах. Маленькие артисты представляли на сцене семьи Управление Федеральной службы судебных приставов, Управление Федерального казначейства, Прокуратура Тверской области, ОМВД, Следственного комитета, УФСИН, Управление Федеральной налоговой службы. В этом году мы решили, что больше пропускать нельзя. И я уверена, что праздник действительно получился. Правда? Получился? Получился. Я всех поздравляю. Поздравляю родителей, потому что у вас такие замечательные дети. Поздравляю детей, что у детей все так замечательно получается. Это хорошо, что наши дети не прячут в себе таланты, а показывают всем. И я думаю, что у кого сегодня еще нет этой звездочки, он обязательно ее получит в следующем году. Концерт получился зрелищным и интересным. У наших правоохранителей подрастает достойная смена. Грамотами и подарками отметили всех участников, но лучшими стали две очаровательные девушки. Композицию памяти Есенина исполнена на домре Надежда Челнакова. А песня Константина Кинчева «Небо славян» в исполнении Алины Солнишкиной заиграла у юной исполнительницы новыми красками. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Победителей регионального тура ждет тур второй уже в столице нашей родины – Москве. В Заворский районный суд направлено уголовное дело в отношении главы администрации Бурашевского сельского поселения Калининского района Сергея Румянцева. В ходе предварительного следствия установлено, что Румянцев, предоставив администрацию Калининского района подложные сведения о нахождении на арендуемой земле фактически несуществующих строений, путем обмана приобрел право собственности на три земельных участка себе и своим близким. Преступную деятельность Румянцева пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. В результате мошенничества Российской Федерации причинен материальный ущерб почти на 3 миллиона рублей. Уважаемые жители региона, требуется ваша помощь. В целях оперативной необходимости сотрудники полиции устанавливают личности этих женщин. Посмотрите внимательно, возможно, вы знаете их имена и место жительства. Всех, кто может сообщить необходимую информацию, просим позвонить в полицию по указанным телефонам.